Где у меня мужчины? Что-то нету их. Там, наверное, задуман. Показалось, что ли, что опять капнуло. Вроде небо такое чистое. Ну, точно начинается капать. Где у меня там? Николя? А где мой Николя? Нету дома. Нету? Да. Ты куда у меня мужа дел? Вот они. Вон Морсик. Колешка, покажи. Вы еще не здоровались? Здравствуйте, пожалуйста. Как у вас жизнь? Жизнь только, держись. Ну, ладно. Главное есть. Коля, я сейчас увидела, там такой причал. Где? А в конце, вот по этой дороге. В конце, в самом конце. А ты туда ходила? Да. Ну, я знаю. Ух ты, я же не видела. Люди для себя посмотрели. Ух ты, как красиво. Слушай, там можно ходить купаться? Нельзя. Почему? Я туда на двенашки. Там на двенашки заехал. Коля бы я бросил двенадцать, вы твой подыхаете тут. Ай, да не ври, давай. Слушай, а почему там нельзя купаться? Потому что. Ну, потому что для себя люди сделали, да? Для себя там даже было написано одно время посторонний проход запрещен. Да ты что? Сами, так они там сколько, они там бухали кучу... Ну, это понятно, да. Кучу кирпича и кучу шлаков. За это же они сами деньги платили. Никто нибудь там, сами для себя делали. Ну, это вот мы, да, понимаем, да, вот, например, люди разумные, что да, ребята сами делали, нечего туда и бродить. Ну, а кто-то ведь может сказать по-другому, кто-то скажет, что это же не частная территория. Ясно делаю. Ну, я туда прошла, меня не выгнали. Кто-то другой, кто-то другой, это как, будет говорить, например, кто из дачников, ему можно сказать, да делаю у своей дачи так же. Ну, напротив своей дачи. Так-то да. Ну и все, все. Так-то да. Сделаешь, и будет у тебя тоже хорошо и красиво. Ты не прав. Вопрос спорный, друзья. Что думаете вы? Нет, 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 нет. Ничего спорить тут. Смотрите, баннер своего магазина. Старый баннер. Мужик взял, дорогу сделал себе в деревне, сам на свои деньги, все, занимал технику, сделал дорогу и его в суд. Да ты что? Да. А за что в суд? А за то, что дорогу тут сделал, то я тебе разрешил тут дорогу сделать. А когда была дорога тут, я просто ее благородил. Нет, ты вот лесу много вырубил, это все, 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 судили мужика. Нормально. А эта дорога, может быть, она не числилась? Если она числится, значит, должен числилась. Просто она я расширил, делал культурно нормально. Нормально дорога, все, а лесники там, это все зеленые, все эти, и на него понесли, что ты тут лесу много загубил, туда-сюда. Он сделал прямки, я помню, это по телевизору показывали. Телевизор показывали? Да. Да. Смешают и смешают. А возьми, начни пилить. И сразу прибежат. А я зашла туда, мне никто ничего, может, не видели, я зашла туда. Зато вот эти деревья, которые растут здесь, надо вырубать, на каждом участке снимать. Надо было вырубать, чтобы все убирать. А, ну это потому что провода, что ли, да? Да. Этим должны заниматься электросети. Ага, ага. Колечка, здесь никто ничего, здесь только, здесь ничего нет. Нет. Тебя сразу скажут, ты садил их тут, ты все тут пилишь. Вон мы пошли с Колей, у бабки пилить. Да. Соседка прибежала, вот она наняла. Ага. Типа, это как, вот спилите мне несколько березок, мешаются они. А они на ее участке были? На ее криемной территории, не у ее где-то. Ну вот как у Коли, вот как из меня. Понятно, на общественной дороге. Да. И? Соседка прибежала, тут как заорала. Да ты что? Да. Звонялась, и мы бросили сюда. Председательша сама говорит, не рубайте, потому что они мешают. А, ну если председательша говорит, так надо какую-то бумагу, чтобы вас за это не засудили. Я говорю, ой, короче, друзья, это, знаете, об этом говорить тоже можно бесконечно. Бесконечно. У нас можно, знаете, олигархам совершать преступления злостные, им ничего не будет. А простым людям. Да. Вот Коля дом строит, пять метров от дороги, три метра от соседа должно быть. Миша, не расстраивай меня, я тебя умоляю, а? Не расстраивай, мама ты меня. Ага. Миша, ты испортила мне настроение? Нет. Я тебе коньячку не налью больше, понял? Подожди уже. Что-то я не то сказал, да? Не то, что-то я... Не то, что-то я... Подожди, говорит. Что-то я не то сказал. Да, да. Ой, да, Колечка, сейчас эту бутылку вам надо будет новую, да, уже? Как на вкус? Не сладка? Нормально, вот как раз такая надо. Ой, хорошо. Жильно, сладко. Отличненько. А, вы уже там кусок ветра, влаги защиты натянули, да? Да, сейчас будет. Сейчас пойдем обрешетку кинем. Ага. И дальше дальше пополнем, да. Да. Хоть бы дождя не было, ёперный театр. Может и не будет сегодня. Как Степаненко говорил, ну ёперный театр, да? Ха-ха-ха. Так, ну что? Да, Миша, ты сейчас пойдешь наверх по досочкам отсюда, по верху растягиваем. Ну, в принципе, сначала обрешетку кинем, чтоб мне хоть залезть, сидеть на обрешетку. Короче, полезли. Полезли, да. У тебя было не напечет, Николя? Пока не очень жарко. Пока не очень жарко. Понятно. Вот так вот и скачет целый день, представляете? Да. Целый день вот так, скок-прискок. Туда-сюда, туда-сюда. Вообще, конечно, тут ноги будут болеть. Вон, полезли оба. Я видела, ничего нету в лесу. Видела, я встретилась с ним. Встретилась, встретилась я. Я боюсь, что у вас так лестница ненадежно колька стоит. Вот это, хоть бы назад ее не откинула бы. Да, ничего. Я так и забралась по этой лестнице и слезть боюсь. Так бы и сидела бы там. Конечно, если бы не работая, так вот, да, в отпуске. Взять отпуск на все лето, который никто не даст, можно сделать много. Все по чуть-чуть. Из себя не выпрыгнешь, не сделаешь больше, чем сможешь сделать все равно. Вон там они. Вон на лесах. Ой, сколько у меня тоже мама работала. Потому что я помню, когда приезжала периодически в Пиннигу. Вот она еще работала штукатуром, маляром. Внутренние работы я никогда не бывала, не видела. Ну, маленькая. Кто меня туда возьмет? А вот снаружи дома в лесах. И вот они на лесах. Красят там женщины. Тоже в комбинезонах, платках. Где-то у нее даже фотографии были. Так, ну ладно, пойдем в дом. Погуляла я немножечко. Пойдем в дом, друзья. Сегодня уедем на предпоследней, наверное, переправе. Далее. Так что, еще увидимся. Натягивают ветровлагозащиту. все укрепляют я со стороны дороги снимаю приблизила максимально больше не приблизить миша опять сказки рассказывает хорошо чтобы начало сказки не слышали прекрасно про красную шапочку вы уже слышали это он и квите ведро чтобы хапчики не раскидывать по участку поставлю себе ведерко где-то опять аллергия коля хапнула прямо с самого утра как начался чих до миша ты там не заблудился он такой худой слушай он может там спрятаться его даже там не запел так значит нашелся сварила картошки и туда банку тушенки вот у меня тушенка тут скорее всего даже не тушенка как филе свинина у меня сделано два года она стояла представляете друзья вкус потрясающий вот что значит да запечатана конкретно в автоклаве очень здорово пригодилась у меня еще кабачков навалом звать мужчин а вон смотрю таки ветра влагозащиту положили там еще такая какая-то табуреточка у них стоит их позову покушать потом буду мыть посуду а со вчерашнего я вчера на готовила им хватило и на обед и на ужин и еще с утра доедали немножко уж готовлю да готовлю а картошки сейчас сделала немного него сейчас поедят потом перед дорогой и все и поедем домой чего вы коли идете все идут обедать жарко очень да в штанах сегодня работаешь да ну чё как ноги то ноги то как болят да ау не на если сзади кошельки гвозди миша совсем не резвые ножки разболелись на трусы кошелек пишите если бы он зарабатывал миллиарды я бы ему везде карманов нашила и только на трусы да николя сначала избавляем крыша там смотрю табуреточка миша вот посмотри да это ты себе небось табуреточку оказывается миша служил табуреткой я встану на четыре кости он на спины вставит еще да 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 миша говорит помогает тебе полезно делаем массаж ты чё такой кабаненок на тебя наступит и кошельки раздавит миша не матюгайся мне приходится вырезать коля коля кстати не 100 килограмм веса коля сколько ты весишь 90 потому что мы с тобой взвешивать я была 86 а ты еще разжал чтобы не разжирел зимой тоже на дачу так ну чё там есть у вас вода-то в умывальнике мы сегодня планируем на какой переправе на последний на предпоследний резвенок мелкий спрашивает ладно пойду я накладывать вы друзья смотрите положили ветровлагозащиту ну естественно там все речками забили все в общем все как положено да и кладут сверху листы у sb вообще конечно под металлочерепицу так не делается обычно коля говорит у sb кладут под мягкую кровлю я у него спросила зачем он это делает и он мне сказал так как листы металлочерепицы не новые давайте лучше я у него потом спрошу и он сам вам объяснит а сейчас вот показываю результат проделанной работы все это долго все это тяжело поднимать я тут подошла были давайте хоть помогу поподнимать с мишей он наверху вон коля а я миша наверху миша внизу подает ему ну да от меня чё какая помощь поподнимала вместе с ними но у них столько силы и они уже приноровились где чего какой угол поднять как потом палкой этот миша то я невысокий да и дом большой увидите коля как по крыше вышивает у меня все специальные палка ему там подталкивает в общем не так все конечно же просто вот одну сторону сейчас хотят закрыть у sb она с этой стороны пропитана так и завода она идет пропитана но коля говорит что мы еще и будем отработкой покрывать а как я сама увидела отработка дождь отталкивает такие вроде кажутся тоненькие но такие они тяжелые здесь кустики мешают так вот это докручивает и надо ехать домой друзья время летит правильно говорят делу время время вообще нещадно летит ой миша там улыбается улыбается и и и и и а и и а и эти два друга так вообще меня и ну раз послушаешь это все так колю своими песнями достал коля хочет тишины все у них конечно вообще на шутках тут же наорали друг на дружку тут же улыбаются а мы случайно вас встречали мы с тобой пора собираться прохладнее чуть-чуть становится днем опять была жарища вторую бутылку морса им принесла накормила посуду там нам было прибралась подергала траву около кустов и сегодня вечером если успею ли завтра буду ограждение думать коля грит смотри в интернете в магазине сама мне некогда заниматься ограждение для кустов надо делать веточки падают ай без 24 было как я вышла а сейчас подожди-ка я сейчас посмотрю отключусь покажу изнутри миша такой говорит все здесь пол крыши покрыта наверх можно поставить раскладушку и здесь жить закрыты с этой стороны ветерочек что-то да ветерочек поднялся прохладненько становится то кого наглаживал то миша я ролик записывал опять наглаживать собрался господи шутник наглаживает он а где у меня николя то все еще там кошка у меня там наводит порядке собирают все шурупчики или как их не шурупчики а как их они называются самореза вот теперь они крышу накрыли вот например накрыли половинку да то накроет и здесь уже можно внутри будет прибираться не боясь что на тебя что-то грохнется потому что у них то молоток может упасть то вот эти вот банки они кидают и я поле сказала в рукой ты накроешь чтобы сверху ничего не сыпалась да вот например будете крышу металлочерепицы пока крыть ну вот здесь кирюха будем убираться здесь уже можно из-под дома все убирать потому что нам тут потом придется уже ползать мы сразу не положили сетку то не знаю конечно как коля решит может быть он решит и с этой стороны и положить посмотрим думаю куда он пошел здесь не коль а я видела сейчас ящерицо я вообще офигела я я там хлеб накрошила птичка и иду и у меня взгляд что-то упал на бревно дома на этот на нижний венец и там ящерица она понимаешь она такая серая под цвет как бревно старое а у меня телефона то с собой нет я пока за телефоном бегала она уползла но я не видела здесь ящериц ни разу да ты что а как они могут в дом заползти же понятно в доме вот так в темноте наступи босой ногой и все конечно только маленькие крокодильчики не говори как не кусаются то у них же тоже есть зубы лохватый сашка был зачем ее сожрал то а чё сделал для чего он это сделал то друзья мои мишу как послушаешь каких он только истории не рассказывал жабу такую поймал лесу пусть будет а потом у меня жила жила всех тараканов поела ужас слушай может он шутит может шутит жабу домой да вот интересно что сказала у него жена когда он жабу домой он наверное думал что это царевна лягушка коль он думал наверно что это царевна лягушка целовал не превращалась вообще аккуратно не порви ой приколист миша волосы такие густые черные кудрями кудрями вот такая шапка это ж надо жабу домой притащить до хорошие зубы лоща мелко чё-то мелко поглотал просто бывают люди сказочники до коль умура с вами ну а почему что платок то не одел коль ведь а ты же его вроде принес нет давай кушайка давай к его выстираем и он у тебя есть вот взяли канистры отработки куля привезет чтобы все покрывать полюшка ты нам объяснишь почему ты кладешь металлочерепицу не сразу на ветропароизоляцию ой как я на влагозащиту на обрешетку на обрешетку сплошную крышу потому что она стояла у нас это крыша на старом доме металл металл да и мы просто не попадем в дыры в старые дыры мы не попадем если будем новую обрешетку делать и уложить ее на это мы не попадем в старые дыры и было принято решение мною что уложим в кушную крышу и металл металл да я тоже спросила как это старые дыры он говорит но там же ведь вкручиваются саморезы специальные вот и чтобы не протекали эти дырочки сначала сделает и так можно он ведь да так так делать можно можно делать просто некоторые скажут вот будет железо заплачет потекет ну весной очень заморозки куриники потом оттаивать начнет ну естественно конденсат будет но мы эту это у вас бы потасим просто и она будет также стекать как вода вот стекать или отработки отработки возьму вам покрашиваю и вода будет вага так же стекать ничего не сопреет а вообще коля говорит что на эти листы кладут мягкую кровлю можно делать для нашки я не знаю люди придумали технологию как укладывать правильно металлочерепицу я когда вот девять лет назад укладывал себе металлочерепицу я сделал естественное неправильно почему потому что как бы ну по деньгам у нас не было тогда и я просто пароизоляцию я шлюпнул прямо на обрешетку прямо на обрешетку и сразу меня металлочерепицу то есть по идее она должна сопреть вся обрешетка короче и за девять лет вообще ничего не случилось ничего не сопрела ничего не изгнила так что у них николаевна ты как делал нины николаевны также делал как все делал тоже неправильно нет ни николаевна вообще не ложил ничего пароизоляцию почему потому что у них не было жилого помещения у них просто чердак чердак всегда проветривается если надо было бы им делать там вторую комнату то можно было бы пароизоляцию положить прямо так но они то ведь согласны были на это или не согласны на такую технологию можно ее потом положить если будете делать комнату или утеплять но мы с ней недавно разговаривали она сказала что все стоит до сих пор хорошо люди просто придумали вот какую-то технологию до чтобы выманивать с простых людей деньги вот эта пароизоляция он стоит 5 500 но мы же ее тоже положили коль у меня сейчас потому что может все понятно то есть если ты например у тебя что-то денег не хватило или ты ошибся если ты не сделал то ничего вот сколько у нас дача стояла мне девять лет десятый год а вот десятый год мы в ней да и все бы нормально ничего не сгнила не изгнила вот то что как я сделал обрешетку ну смысле даже обрешетку старую не снимал да ты что я где-то добавил просто это обрешетку и потом пароизоляцию бахнул и на нее сверху железо она по идее должно было смотреть но я никогда не видела у нас какой-то конденсат или текла крыша никогда вообще все хорошо разбирали вся обрешетка целая не гнилая